Продолжение следует... 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 На странах строков, Всем жигово в летам Европы, Где по зубам простая суть, У нас своя большая опыт, Нам, живые, пророжат путь Такого новых скоростей, Но не хватает запчастей. Вместе в пансионате швейник На берегу, ось, здесь, вот, Его не ждут ни кот, ни медик, Жена и та его не ждет, Мятеж на краю, чухных и жмучий, Отнюдь, отнюдь его не ждет, Не ждут ответственные люди, Да и простой народ не ждет. Будь его же будет бал, курсарик, Когда в том веке вошедший враг Скорбили реки, не ждал, Сойдет заедший, Среди лесов его не ждучих, Не ждет его ни волк, ни крот, Не ждет ни пьющий, ни жмучий, Хоть мы только замка ждет, И в судье давать здесь принца, Принца, молокная сия, Мы не ждем и ждем, Принца, молокная сия, Принца, молокная сия, Стрелуны и озирали в лесу, На сцене, наследний зале, Здесь и за, вдоль дропки, По дороге к лесу, Стоял, миряя здешний дух, со здешней скованностью позы, Когда б несовершенный слух, он не поймал бы местной дрозы. И верю козы, хоть аршин, не перешел бы в гибкой троте, И не почувствовал бы в морде, не потревожил бы аршин. Таких героев, хоть вожди, добавок, и доставку кожи, Прискорбно он не вам жалит. Жить и над, и осторожен. Опомнись, чихтое дитя, дитя планеты, моногамма, Он делает последний шаг, и попадает в сети травы. Между тем, вокруг гухомания, Среди различных графоманий, Мегаломания, фиксы, мы выбираем глухоманию. Начали мы, эстонские дни, Восточной Балтики древоты, Ветеркли, идут года, И тлеют, как хвощи в болоте, Торговые ганзы, города. Торговля обернулась прахом, Религия больной вопрос. Поселом, как агент госстраха, С портфельщиком придет Христос. Жалеет сфера зодиака, Потерянский утраченный жанр, Потерянский утраченный жанр, Потерянский утраченный жанр, Смучая в сонных горожанах. Средноватый час заката, Кузит, стрелок, пенсионер, Костел, музей, И три плаката, Райцет, Малтийский СССР. Потом там появляются некие театры. Мы все выяснили театры. Все, кто знает, Райцет, знакомый образ театры. Наш дядя был по мнению многих, Большим сторонникам многих. Но времени не тратит зря, Сшивал частенько их угля. Под рогом пламенных моторов Прошел он путь командный свой, Отсюда штурмов Белогора На героический констрон. Сгадали я мягкого преда, И отойдя от громких дел, Моячий дядя, как торпеда, Когда звука очертел. Уплот какой-то скандинавский С годами дядю обуял, Утрачен прежде Саргановский Москва-барокко Идеал По телефону партизана В участок холст В легкий бал По датскому пиле Кринской баре Как пятая вечная Могопокалка Он плачет от бесовщины От величинных эпох Бессонницы И штурмачины И строительным Рашек в рот Он небу не грозит Общины Наверх тумленочком Христов С проносом Новые чертовщины Наход в петок Так и затянули Кринск Из бесовщины В этих дней Мы вырастили Криногистов Распандем Владимир Черков Это была В самом деле Сдыхает Родина Народ Спускает Небе в свое Чем И селкой Заливаем Народ Жуем Мы Вет Повозим Ух Под ноги Ветру И сэр Ват Крема На землю На дух Олимпет Олимпет Приветствуем С земли Рожде И сом Рожде Воли Мелкая Поземь Семь Герой Семь 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 Еще один стиль В поляде Мирно Плыли В гриме Как будто Времен Разбой Когда К ним Вышли Человеки Светя Сколщевые В распаду Они Сказали Изобильно Здесь Свет Жив Летает Гусь И Бахар Разбивает Сильно И Все Сие Зовется Русь Молодчик У нас Могучий Остар Цепол Важный Дум Скот На ругах Пригорши Тучи Но вот Порядка Не Ему Сол Из Избы Ведь Он Мой Чисто А лес Не Варит На Могу Девахи Наши Голосисты А вот Порядка Не Ему Века Проходят За Веками Все Беспорядка Так Нельзя Придите Княжец над нами Голубоглазые Князья Е-е-е, какие человеки, подумал головной горяк, и вынес на речные береги хвостатый полосатый стяг. Стояла жаркая погода, издевались стадии из травы, и солнечные время года не предыдущая. Тысячелетия России, оттяжка бронзов, с губишку и сахар века проколесили, теперь порядок. Мы ему. Какой волшебный мир нам преподнес творец, сосна, сова, луна, автомобиль, дорога. Дано увидеть тем, кто не совсем слепится, дано услышит тем, кто слышит хоть немного. Таков волшебный мир, плетешься с рюкзаком, восточный Крым, базар, початок кукурузы. Похмельный ремесанс, вдвоем со стариком, похожим на козла, первым царом. Таков волшебный мир, плетешься с рюкзаком, восточный Крым, восточный Крым. Таков волшебный мир, сосед ваш, Иванов, с утрянки похорка, уходит за медицинами. Таков волшебный мир, плетешься с рюкзаком, восточный Крым. Таков волшебный мир, плетешься с рюкзаком, восточный Крым. Таков волшебный мир, плетешься с рюкзаком, восточный Крым. Жуан Боэльский богат. Таков волшебный мир, в нем праскует Господь. В нем ангелы подруги, в нем заседают черти. Облакшена в тенирую старейшей плоти. Предполагает существо и новое посредство. Волна, проходящая вдоль долнореза, Пройдя, угасает. Парус бегущим под волнами резла, В конце концов убегает. Мегр, поднимая уверенно ногу, Вскоре ее опускает. Даже экскурсовод со своим монологом Все-таки замолкает. Все пролетает, тлеет, течет, Не удержать момента. Смена правительства Часто ведет к гибели монумента Бога. При сотворении великих царств Сотворены капуты, Весо, которое ты созерцал, Кончится через минуты. То, что останется на века, Через века и усохнет. То, что не стоит больше плевка, И без плевка подохнет. Пьесам бессмертия не грозит, Капает капля закапляет. Очень естественно в этой связи Взять героини царствовать. В этой связи почему не связать Рифмы-кватор-кратер, Выдать герои чужие глаза И начинать театр. Театр начинается смешник И кричается нею, В середине туалет и буфет. Их Малеон пролюбил глотаю, В зале зажегся свет. Но самое забавное, Быть может и не конец, Как некогда он высказался Один под мечами, Начало, вот подлинный тело, И нет. Всяческое начинание, Всяческое начинание. «Из темноты кто-то делает вопрос, Некто проходит, смеется, Встав на колени Ты спросишь в зиглоз, Что-нибудь остается». Тут такая мотив литвы и что-то новое чуть-чуть. Знаете, Морис, где мухи лёхнут от ступни, Знали без слух, что это город поможет. Другие типы возникли наши желенькие ветки, Там вовсе скучный вокзал. И краска, там вовсе скучный вокзал. Если приехал в город скучный на слёз, Там вовсе скучный вокзал, Там вовсе скучный вокзал. И вперёд, сразу не сдавайся, Девушка, влюбляйся, И вовсе скучный вокзал. Один раз я в Париже, когда писал бумажный миссаж, У меня там есть герой Игорь и велосипеда. И все к нему обращаются со стишками. Салат не ответа, отправитесь в пилар. Бесс-салат не ответа, Отведайте салат. Капуста не ответа, Ты будешь дик и пуст. Бесс-салат не ответа, Отведайте капуста. Сардин не отведа, подцепьте его сприн. Бесьею осипеда, отведите сардину. Сашины не отведа, продухнет и как скучнись. Бесьею осипеда, отведите в жапании. Бесьею осипеда, отведите в жапании. Бесьею ушах шумев, свои фиестры и усами, Обзаведясь и поумнев, читали Фокнера. Все злее, сломя нафильский ветер дуб. Нам всех корит твоих милее. Простой окна потовский, мул, и все ж, как сталь, благоговея. Чудар, 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 он бил, эф-эф, читал фэмми-мэрэя. Простая здание. Из другого романа, который называется «Скажи дух». И так все действие идет внутри мотора. Люблю внезапно трезвех, увидев Артику, Элладу, Где словно тут же длинный звезд обозревает эспонаду. Люблю предмета, смысл, звук, его с мыслями мутами. Пусть не преграден, как паук, пусть не пристой, как шармин. Люблю всеверный, коврна, помысливать. Игры в шестолы, и в той же доме, как нащад. В России красный и уборный, и сезастольный разговор. Спортивом шиши, это ворог. Вещи красавицы, табачьи зубы, и ворог открываются уколы. Люблю в Москве, как саму, в труде устроить себе кличку. Сын и шиши, мальмэкс, покажи мне, ну, и ворог, выляет птичка. Я грешен, братцы, признаюсь, не опускаюсь на колени. Бывают дни, я, я и гусь, и рис без устраивее. Я грешен, я, я и гусь, и рис без устраивее. Но сквозь махмельный гвард, вдруг вижу все по старой моде. Я порадусь, жену, кавказ, и месяц ранний на расходе. Будь и птица, я не тронусь. ПЕСНЯ 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 Перед твоим отсутствием, Господи, чудо яви и поскорни от визы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Это стихи из книги «Позитив. Отвечательного мира» Пресечение течения воды и пресечения времени Остановка мгновенья в жизни перед мгновеньем конца Фараона первая конная приподнимается в стрельбе И на пиках сливается тело, камикадзе, конца Ромка лет за спиной, перед нами морская водичина Мощный ветер с востока, неверие нашей России Тот, кто верит в Творца, не убоится мощно И со старческой мощью стал в воду входить Моисей Раскупается море и толпы спускаются в прорубь Голубой коридор неповерно клубок и высок И судьба, и поклажа, все поделено в городу Фаровской пощады не жди И открыть приорития высок Песок Мы проходим под дом, перед нами фантомы и биги Что зарыли здесь мы на исходе зубного дня Не пошлет ли за нами египетский мождь с моих родов Не откроется ли нам на мути темная заводня Волны ходят по краю сияющих мест По краю сияющих охран Разворачиваются в день гроба, раскат И взирают до нас и со стен красноу Сонный шум 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 И по кругу искать Сонный шум 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 Вот тут небольшой порыв к мусульманству Сначала будет христианский порыв Апокриф импери тобой или каноны Горячий камень был Или ступня прожгла Гранит и ткань В пространстве обленном Ты видишь тень блаженного же зла К нему забыв про руки гравитации И про собогу Круша и хрячьи крестца Христос возносится Рави, рави Все ситуации Трагедия подходит До конца Теперь, мусульманцы 114 сур вы найдете в Корале Житие поздних пророков Исас Аль-Анбия Жизнь и путь протоптат Упокоишься дубник Джаби Перед Джоханом падешь В Агия и Бия Свою грудь спожгул Что не понял пророка Что не бросил на веток Ожидаемый взгляд Пуцую стифку потал В негринбизе Продвигающий свет В углу Огромные святые Огромные святые В этом Скаже Есть Повесть Молотунг Театральный Московский Он явился В Нью-Йорке Вместе со всеми Полусосуалистами Ветербурга Он был сам москвич Левый мальчонок Знаешь так точно И вот он Жил Там В Машингтоне С одним своим возлюбленом И исчез 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 из нашего пехоты То есть Из нашего Это не значит Что я имею в виду Какой же человек Я его искал Я его искал повсюду Искал везде В Вашингтоне И не мог найти И в общем В одном месте Я там оказался На площади Дюпо И там Прозвучала Вот За все отвечаешь Чем живет Чем выгоден На земле А прием Так пел Треть Черт-желтый В кафе В кафе Возле круга А Заключается Это шампанское Да Заключается Один парад Тостом за шампанское Тостом за шампанское О те загады Над горами Орлиной Крекот далеко Когда Иссовшим В боях Хода В гортане Им охлаждала Лев Крекот А на рассвете Перед боем Свой взгляд Не в пушке В перебил Он А благодатная Судьбой Шампанское Дольферемьон Над Прошампаниной Старакою Огонь Священной Степой Не потух Хоть и играет Над страной Пакет Садковых Парбатух Тот день Придет Сияет Вица На химию Пойдет Запрет И восторон Какой-нибудь Князь Горится Свою Куверию Новый Свет Поднимем Чаши Мы Шампанское За вдохновение Тех эпох Когда Умус И мерясь Скажут Шансы Свалить Российских Попевок Веселый Мир Пушкин Анского Зерин Игин Мы Зарин Привычный Тот Отвлечь От Папунного Клянства Привлечь Шампанское Ростов Утап Шампанское Один Сиф И На этом Может быть Мы Завершим И Мы Ирем Готов За год До начала Войны Я Зарулил Дубровник Чьи Граждане Часто Пьяны И Всяк Сам Себе Полковник Шикарный Отель Белью Спускался Лазурь Ядра Подыгрывали Соловью Долматинские Фонтаны Террасы Парки Углы Отель Бельфовщий Верху Возди Его Сожгли Белградские Коллеги За год До войны Болкан Был сам Себе Невамузу На башне Служал Барабан Сылал Фестиваль Рагузу И там Славянский Бицей Всю Свою О Приоритете Кто Там Лайковал Сальцов И Кто Заседал Совете И Где Там Бродил Роман Тысячелетие Браки Разыгрывалось Бролях Крепались Невамузу Браку Тридцатилетним Людцом Добылся Искандата Впервые Теперь С постаревшим Лицом Ищетрыми Ищетрыми Чаевыми В кармане Полщовы В брюх Сижу В кафе Знаменитом Профессор Дудых Наук С пластиковым Субтитрыми 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 Основные возможности, но сомнений нет. Мощина как ледиа посплатует. Он будущий лидер бизнеса, этот бренд. Ну что ж, ребята, приятного аппетита. Фанкью за очертания, ваши фанковые черты. А я отправлюсь походкой рекордонита. Попать он в единстве, на камерной концерте. Принем на фронт, он, как дитя непорочная. Устраивайся на музыку большой навек. Официация, ритм, съеденная. Салат, альмар и попроще. Какой-нибудь пивотомщикный тогий пенч. Проходим мимо стучающего и залетающего артиста. Весьма неизвестный подвал забери. Четверть века назад я тут кадрил одно агаритство. За что я любил мне свой божий божий бит. Бренд, изумленно, я и сына. Поведущий парни, позволите. Учить свою церемония назад я еще не был рожден. И снова заставить, учить свою церемонию назад я заберу. Продолжение следует... 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 Дорогие друзья, вообще можно попробовать задать какие-либо вопросы, как Василия Павловича, так и музыкантам, если они возникают. Может, я музыканты представлю? Вот это да, если бы что-нибудь было правильно, прошу. Алексей Кравченко, Виталий. Мак и волшебник всего ударного Валерий Грошин. Ярекс. Тогда, если у нас нет каких-то вопросов, не возникает... А, есть, да? Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, у меня вопрос зашелись на позицию от Израиля Павловича. Израиль Павловича. Вообще, когда я был в штатный матч и приехал в Багаданске, Я пойму, да, вот моя мама там была, только что освобождил меня в Израиле. И она мне сказала, что у меня как-то перед отъездом скопилось стихи Игоря Селяева. У меня был запрещен, в общем, был запрещен, и я ей начал вот читать свою пастернаку, то есть пастернаку. А она мне так сказала метрами пастернака, а что пастернака. И с того времени я убился, вот, вот сейчас недавно была книга Димы Быковой. Завязательно недавно, потому что, наверное, мы все просто углажались, так сказать, в этой книге. Вот так. А тут же разные такие стихи. Я тащу свое вещество от простейших этих стихов, которые были первые все стихи. И они идут дальше к суровым лифтам. Вот они должны быть в суровый лифт. И там я стараюсь, чтобы было как можно больше суровых лифт. Ну, сейчас мне уже трудно так читать вообще. Сейчас угадали, они не смотрят, как говорят. И они читали за сценой. Это очень сложный вариант. Многие были разбили, ахмарулины. Да. Могично. Да. Могично. Могично. И она, вот, она читала, что потом вдруг она забыла. Завязывая. Завязывая. Как-то так, как он был сомнительно молодой стих. И ей пытались подсказать, но ничего не получалось. А потом, когда она вернулась к старым стихам, она сшивала упорно. Что? Я так не могу. Я не могу так слушать. Я твою жизнь, поэтому отмечаюсь с микрофлами. Что это? С микрофлами. Василий Павлович? Да. А вот литератор Аксюдов ревнуется с врачом Аксюновым? Могли бы пару слов сказать? Да ну какую-то. Все-таки мы позаводимаем. Ну. А невриск у вас там возникает 50. А другие из мужчин. А другие. А вы врачи? Нет. Я беру. Врачи. Василий Павлович. Да. Простите, сейчас я сказал. Я когда приехал после института, после института был порт. А потом меня послали в Ладожское озеро, да, Анижское озеро. И там я был один. Там стояла одна пустынная больница. И я там ходил один, не зная, что делать. Не зная, что вообще. Что мне предпринять с этими старушками, которые там ходили. И потом я однажды подслушал, там они, раз, старушек. И они говорят, что вот молодой приехал, доктор. И дал мне вчера вот такую маленькую, такую штучку. Он говорит, слушай под языком. И рассосали. И я рассосала, и у меня все получилось хорошо. Какого-то Магмача. И с тех пор я стараюсь никого не отправить на 30 лет. Даже и романами своими. Пожалуйста. Из тех же лет, вот, сваришь-то тип-топ. Мы узнали в 61-м году и съезд вам билеты. А откуда оно вообще возникло? Оно было? Оно вообще было. Это не моя личность. Но это из Эстонии или из международной? Да, это международное слово. Поскольку мы были с моим другом Карпенко. Мы были там в Порту, и мы были в Порту. Мы поневоле улавливали вот эти все словечки. И они были в ходу все. У немцев, у финнов. Вера. Ну как, Вера, Майя, например. Да, да, да. Чем-то, чем-то. И к нам присадились... Пожалуйста. Я хотела спросить. Говоря о суровой ритме, не было ли у вас опыта сочинения хаяц в японских трюстейших таких аскетичных ёмких формах? Многие, я сейчас... Могу. Я не вижу, а Ли. Могу. 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 С mate-кукс. Могу. 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 Если вопросов больше не возникает, тогда давайте поблагодарим... Я хотел спросить, это политика, что ли, о ваших местах, как везет их на гражданскую войну, на селок Крым, например, где-то на охране. А вот там, где мы сейчас, между Францией и Испанией, давно чувствуется этот басский вопрос? У нас там рядом Сан-Себастьян, это вообще центр, и мы туда заезжаем, а там иногда бывают такие вообще революционные такие обстановки. Убили какую-то девушку, и все малились, а вообще это значит, что она убийца сама. Вот сейчас там кого-то убили. Я хотел вас спросить, вот из этих полис Тишаков, которые я читал, было что-нибудь известное? Ну, пожалуйста, мне это очень важно. Ничего нет. Ну как? Было про ЦАП. Я помню, читала... Вот про ЦАП. То есть с самого первого. Да. А все остальное? Нет, еще что-то. Как бы конкретное произведение, кто у нас, во-первых. У вас та книжка перед собой, а у девушки-то не перед собой. Могу признаться, нам с Данилой было точно многое известно. Да. Но мы, как организаторы, не лезем же. В таком случае. Не так часто. Да мне это как раз очень приятно. Это повод проявить книгу, которая вот на том столике представлена. У меня, например, стихи по шампанской много лет назад пояснили сознание очень сильно. Да, да, да. Да, вообще тема... Да, честно. Я понял специфику кусарства и всего XIX века и вообще тема шампанского. В общем, мне открыли у меня. Мария Павлович, Вольтер, Вольтерианц очень необычный, но очень, на мой взгляд, очень здоровый ваш роман. Не собираетесь ли вы еще окунуться в Европу и Россию? Потому что мы сейчас расходимся, как разный корабль. Мне кажется, вы такая фигура, которая могла бы показать, что XVII века и был бы конец XVII века. Врачи распространены. Сейчас трудно остановиться на этом. Замечать сам по Екатеринске. И все, я не могу дальше. А раньше? Не позже, а раньше. Вы не хотели бы это попросить? Более раннее, чем Екатеринское? Ну, я не знал, может, если что-то придет. Понимаете, у меня давно эта тема вообще удивлена. Почему они что-то переписывались и ни разу не встречались? Ни разу не встречались. Поэтому это искусственная реальность. Искусственная реальность. Вот так. Появлялись наши материнцы. И все такие очень люди. Брик. Брик. Утром меня. Знаете, в этом что-то есть. Утром меня. Ну, здесь смотрели. Искусственная реальность. Там очень хорошо. Потому что в этом работа. Да, это да. Ну, там у меня есть тихие. Там хорошо, что Филипп Великерин был воен. И там на мир удалось два стихотворения устроить. Все люди – братья, кроме тех, кто звезды, кто создан. Все люди – братья, кроме тех, кто создан. И там еще есть большой стих о судьбе человечества. Не мог. Не могу. Сыграть могу. Мне всегда в наших стихах поражала многословенность стилистики. Какая стилизованная, всегда отточенная ритмой. И смысл. В полифоне такая смысл, что стихи – они как бы не стихи одновременно, и политическая ироника, какая-то французская строка одновременно. А то, что они между границами текста – это вообще просто теористически сейчас такое… Давайте я вам прочитаю этот стиль. Мне тоже кажется, что вы правильно сказали, что стихи у вас, мне кажется, выполняли даже таких туристических интервью. Да? Скорость переходов в панели. Поэтому удивительно, когда книга сегодня, интересно будет подряд прочитать. Масса всего в 6 сантиметров. В 6 сантиметров. В 6 сантиметров. А еще и мои братья. Кроме тех, кто сестры. Однако есть, увы, особый нежный вкус. В двоюродной толпе все мошкиради, пёстрых, Эти всякие шуты готовят свой искусство. И дальше, значит, это стихо. Где ты, вселенная Ньютона, скрываешь свой священный смысл? Во что созвездий многотонных не знаем мы природных числа? Но они не знают, сколько вести нам есть. Нам многотонные созвездия. Нам дан весьма солидный разум, Но почему нам не вдовек, Что кроется в красотах розы И в таинствах священных веков? О, человек, червяк прелестный, Чего ты куришь, фемиан? Во что, слагая стих и песни, Не можешь ты сразить лимфауны? А это значит, это бесчастье. Терзает вдохновенно молодь, Но не проник до черных дыр, Ни сумрачный германский жголоть, Ни гальский острый муховор. Балы, концерты, котельоны, Войны кровавый карнавал, Ты вопрошаешь распалённое, Что тянет жизнь в караван? В чём наших дней угар и пафос? По что, мьютон, Лишь ли праву? Не спрашивай, поймёшь всего, И тут же выйдешь в трубу. Ну, я думаю, можно попробовать теперь перейти к той части вечера, Которая носит название «Неформальное общение». Книжку приобрести, подписать, Тем, как это произойдёт, Одну секундочку, буквально у нас, В ближайшее время, как всегда, немало интересных вечеров. Хотелось бы остановить ваше внимание на некоторых из них, Далеко не на всех. Во-первых, 10-го числа, В рамках цикла «Квартирник» Здесь состоится выступление Татьяны Миловой. «Квартирник» — это все звёзды, Головой премии «Живая вода» поэтической, СВЭМа и чемпионата Москвы.